Здравствуйте! Это программа «Африка. Второй фронт» в студии Антон Лемесев. Сегодня будем обсуждать с вами в очередной раз новостную повестку африканского континента. Продолжается судебная тяжба между Израилем и ЮАР. Международный суд ООН недавно вынес ряд дополнительных промежуточных мер по иску и потребовал, чтобы Цахал не допускала нарушения прав палестинцев в секторе Газа. Цитата. «Суд требует от Израиля незамедлительно убедиться в том, что его вооруженные силы не совершают никаких действий, представляющих собой нарушение каких-либо прав палестинцев в секторе Газа, в том числе препятствуют доставке срочно необходимой гуманитарной помощи», заявили в суде. В январе этого года прошли предварительные слушания по подданному иску ЮАР. Власти республики утверждают, что действия Израиля наносят характер общего геноцида, поскольку, цитата, они нацелены на уничтожение общественной части палестинской национальной расовой и этнической группы. Ситуацию в отношениях между этими странами мы сегодня обсудим с главным научным сотрудником Института Африки РАН, почетным доктором Университета Западного Кейпа в ЮАР Владимиром Шубиным. Владимир Геннадьевич, здравствуйте, спасибо еще раз за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Добрый день. Вы могли бы объяснить, почему именно ЮАР стал первой страной, которая решилась осудить Израиль в международной инстанции и выступить с таким громким заявлением, которое, по сути дела, обвиняет Израиль в политике геноцида, как заявляет ЮАР? Южная Африка, страна, в которой государство называется ЮАР, прошла очень тяжелые испытания во времена так называемого партейда, то есть расовой дискриминации, но не только расовая дискриминация, а того, когда большинство населения было совершенно бесправно. И вот в этом плане, они помнят фразу великого, прямо скажем, человека Нельсона Мандела, первого президента демократической ЮАР, о том, что южноафриканцы могут чувствовать себя свободными, только если Палестина будет свободна, Палестина будет свободна. Это ни в коей мере не означает антисемитизм, они признают, я имею в виду власти, государство Израиль, они имеют дипломатические отношения, хотя в последнее время они резко снизились уровень, и даже в стране есть сильное движение за то, чтобы прекратить дипломатические отношения. К сожалению, в Израиле, хотя об этом мало пишут, целый ряд законов, административных указаний и так далее, вполне совпадают с тем, что проводили российские в Южной Африке. Те события, которые прошли 7 октября, то, что называют это нападением Хамас на южный район Израиля, нельзя рассматривать только в контексте, так сказать, драки, что ли, или конфликта между Хамасом и властями Израиля. Мы не должны забывать, что в Израиле существуют и арабы, граждане этой страны, хотя практически граждане второго сорта, потому что не так давно Израиль принял резолюцию, что это еврейское государство. А второе, что Израиль незаконно оккупирует западный берег реки Иордан, и вот последние цифры, наверное, у них выросли уже после 7 октября. Три с половиной тысячи человек были арестованы там, и сотни были убиты. К сожалению, международная, так называемая, мировая печать об этом мало сообщает. Вот все это подвело Южную Африку к решению обратиться в Международный суд. Плюс не нужно забывать, что в Южной Африке, хотя и не такое большое, но есть все-таки меньшинство мусульман. В основном это лица, ну то, что мы называем смешанного происхождения, калот, цветные, или люди индийского происхождения. Они действуют довольно активно, и если посмотреть на фотографии протеста, которые есть, они во многом являются зачинателем этого протеста. Вот примерно как обстоят дела. Можно только добавить, что некоторые страны, в том числе и в Европе, поддержали Южную Африку в этом отношении. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты, которые все время противоречиво позицию занимали в Совете Безопасности, выступая против прекращения огня, если мне память не изменяет, последний раз они все-таки воздержались. То есть даже те, которые сторонники Израиля, они уже чувствуют, что режим Натаньяху зашел слишком далеко. Владимир Геннадьевич, вот вы упоминали, да, что в ЮАР прошли массовые митинги против военной операции Израиля в секторе Газа. Как в целом жители ЮАР воспринимают этот конфликт? Почему именно сейчас вот он у них так отозвался? Я думаю, что сказать сейчас именно потому, что это такое серьезнейшее нарушение прав человека, которое совершает Израиль. А так ведь Манделова тут сата такую проводил, говорил почти 30 лет назад об этом. У них позиции есть, когда Шарон, помните, бывший премьер, зашел на Храмову гору, вопреки всяким договоренностям. У них, например, создалось сильное движение в ЮАР, которые в основном были южноафриканские евреи, которые называли не от нашего имени, not in my name. Понимаете, там интерес в том, что не только, вот я говорил о мусульманах, но и евреи, иудеи, живущие в ЮАР, значительная часть их, особенно за интеллигенцией, выступают против политики Израиля, точнее руководства Израиля. И более того, правительство сейчас поставило вопрос, что те люди, которые, ну, как правило, имеющие двойное гражданство, то есть южноафриканцы, которые участвуют в рядах ЦАХАЛ или других там объединений, против палестинцев, они будут арестованы после того, как приедут в Южную Африку назад домой. То есть есть жесткий запрет на эти действия. Заметны ли следы политики апартеидов в современный ЮАР? Ну, конечно, они не могут не быть заметны. Вы понимаете, некоторые писаки, извиняюсь за такое выражение, считают, что сейчас ЮАР апартеид, наоборот, и так далее, это все чушь. Понимаете, существует демократическое общество, где белые и черные, и цветные в данном случае, имеют равные права, в отличие от того, что было. Но в экономическом плане по-прежнему все-таки большая часть капитала принадлежит белому населению, которое всего где-то 8% населения. И это, конечно, сказывается. Мне кажется, заслуга правящей партии Африканского национального конгресса именно в том, что она не позволяет выплеснуться, что ли, вот таким чувством негативизма по отношению к белым. Понимаете, они выступают четко и ясно за нерасовость своей страны. Они приветствуют всех граждан этой страны. Вот это, мне кажется, самое главное, что в ЮАР сейчас происходит. Но там 29 мая состоятся выборы, парламент, а президент у них избирает парламент. Поэтому очень такая бурная деятельность сейчас и в отношении Израиля. Крайне правые партии, те, которые, ну прямо скажем, занимают позицию, ну в данном случае, как русский человек, российский гражданин, я могу сказать, антироссийскую. Это так называемый демократический альянс. Они выступают сильно в стандартной Израиле, некоторые другие мелкие группировки тоже. Но большинство политических партий выступает в поддержку палестинцев, в разумную поддержку палестинцев, я бы так сказал. Можно ли предполагать, что вот за решением обратиться в ЮАР, в Международный суд, стоят какие-то другие внешние силы, то есть более крупные игроки? Я не думаю, что так. ЮАР достаточно самостоятельное государство. Да, оно входит в G20, как вы знаете, оно входит в BRICS и активно BRICS входит, потому что в прошлом году они председательствовали BRICS, провели саммит, провели экономический форум. Провели академический форум, где мне пришлось участвовать. Понимаете? Но они, еще раз говорю, ведут самостоятельную политику. Они подвергались очень сильным нападкам за то, что имеют добрые отношения с Москвой, с Россией, но нападки в том числе, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, которые выкручивали руки. Но выкручивание этих рук ничего не привело к ним. Они сохраняют свою позицию. И как говорил президент Сирил Рома-Поса, может быть мы подвергаемся шантажу, но мы не уступим свою позицию. Что тогда в 20 веке помогло побороть апрадеид? Это были действия слаженной международного сообщества? Или же общество ЮАР само созрело до этой идеи, что пора эту политику прекратить? Вы знаете, Африканский национальный конгресс в те годы говорил о четырех столпах, что ли. Это массовые движения, это подпольная деятельность, это вооруженная борьба и это международная солидарность. Вот мне кажется, это верно сказать, что все четыре, конечно, в разной степени проявлялись в разное время, сыграли свою роль. Не нужно забывать, что наша страна, тогда Советский Союз, оказывал большой помощь. И в этом смысле я могу напомнить моим друзьям в Азербайджане о том, что Азербайджан в данном случае играл свою немалую важную роль. В Баку готовились люди, которые планировали высадку, ну, партизаны в Южной Африке. В Баку готовились люди в военно-морском училище, в том числе нынешний главнокомандующий южноафриканскими силами. В Баку были многие студенты в Азербайджане, то есть, ну, включая будущих послов. Все это сыграло свою роль, так же, как и деятельность Советского Союза в целом. И я думаю, что хотя, несомненно, в последние годы сыграло свою роль, ну, пускай частичный бойкот, который объявляли западные страны, скажем, отказ в инвестициях и так далее, но это были в последние годы и вынуждены были пойти именно потому, что были достигнуты, достижения были не только в военной деятельности Африканского национального конгресса, но особенно в массово-политическом движении. Они уже не могли, у них лозунг быть сделать апортрет неработающей, сделать страну неуправляемой. Во многом это и получилось, особенно в районе черных поселков и так далее. И в этом плане, конечно, можно отдать должное и тогдашнему режиму, вернее, части режима, которая поняла, что лучше пойти на компромиссы, чем продолжать бойню, в которой все равно бы потерпели поражение. Большое спасибо, Владимир Геннадьевич. Я напомню, что сейчас мы общались с главным научным сотрудником Института Африки РАН Владимиром Шубиным. Большое спасибо вам за участие в нашем эфире и всего доброго. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Выборы президента в Сенегале завершились довольно-таки неожиданно. В них одержал победу оппозиционный кандидат Басир Диомае Фоя. Его поддержал освобожденный из тюрьмы оппозиционный лидер Усман Сонко. И приговор суда запрещал ему участвовать в выборах, но вот поддержка Фае помогла тому победить. Почему же Сенегал оказался в политическом кризисе и как будут строиться отношения Дакара и Парижа после смены власти, нам рассказал старший преподаватель Радуэн, младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шипилов. Ситуация с президентскими выборами в Сенегале и избранием нового главы государства достаточно молодого политического видеорабоси Рудиома на Фоя стала результатом достаточно затяжного политического кризиса и внутри страны, и в регионе. Внутри страны, в общем-то, завершался второй срок президентства Макисала. При этом Сенегал одна из многих африканских стран, где не происходило государственных переворотов и достаточно давняя традиция мимного транзита власти, при этом нынешний глава государства Макисал, к которому полномочия прекратятся во вторник, он к своему второму сроку, по мнению значительной части наблюдателей, и оппозиции, начал проявлять достаточно авторитарные тенденции в управлении, и, в частности, подвергать преследованиям политическую оппозицию, вот в первую очередь Усмана Сонко, наиболее значимого и влиятельного оппозиционного политика в Сенегале, которого не допустили к президентским выборам из-за судебного разбирательства и приговора по итогам событий прошлого лета. При этом новый избранный глава государства – это его давний политический соратник, и фактически в ходе этих выборов он опирался на инфраструктуру Усмана Сонко, и, в общем-то, именно во многом благодаря ему и его поддержке он смог на этих выборах победить. Что касается и регионального контекста произошедших событий, то Сенегал – это одна из наиболее близких в Западной Африке стран к внешней политике Франции, традиционно один из ключевых союзников, там расположена крупная французская военная база, и в условиях постепенного сокращения французского военного присутствия в Западной Африке, в первую очередь в странах Сахеля, потенциальная потеря для Франции Сенегала в качестве ключевого союза, одного из, пожалуй, двух ключевых союзников в регионе, вот помимо Сенегала, вот этими союзниками является Кот-Дивуар, это, конечно же, достаточно серьезный удар по французским позициям, и, да, стоит отметить, что вновь избранный президент Фае как раз заявил о желании ликвидировать французское военное присутствие в его стране, при этом в регионе в течение последних нескольких лет длится кризис политической легитимности на фоне конфликтов в Сахеле в нескольких странах промежуток с 2020 по 2023 год произошли государственные перевороты, помимо всего, помимо прочего в войне это Малибуркина, Фасо и Миньер, где военный переворот произошел в конце июля 2023 года, и это вызвало наиболее острую реакцию и Франции с Соединенными Штатами, поскольку в стране также были расположены военные базы, соответственно, значительные вооруженные контингенты этих двух стран, кроме того, местная региональная интеграционная группировка ЭКОВАС также выражала готовность осуществить военную интервенцию с тем, чтобы вернуть к власти прежнего президента Базума, при этом в силу нехватки собственных ресурсов и готовности той же Франции и Соединенных Штатов не то что самостоятельно заниматься подобной интервенцией, но и оказывать ЭКОВАС какую-то серьезную поддержку, этот сценарий не осуществился. Всего четыре страны изначально выразили готовность отправить свои вооруженные контингенты в Миньгер. Это Нигерия, Ленин, Кот-де-Вуар и все тот же Сенегал. И во всех этих странах, помимо того, что сами ресурсы оказались ограничены, помимо того, что введенный режим блокады оказался фактически неэффективным из-за неготовности Алжира, то и других стран эмбарго придерживаться. Фактически во всех этих странах правящие режимы, которые были готовы поддержать эту интервенцию, столкнулись с серьезной волной локальных протестов. Дело в том, что политический транзит в большинстве странах Геона сталкивался с нежеланием действовавших политических фидеров отказываться от власти и, наоборот, стремлением идти на третий срок. Допустим, именно это привело к государственному перевороту в Глине, где тогдашний президент Альфа-Канде в 2021 году попытался пойти на третий срок, изменив Конституцию, тем не менее столкнулся с противодействием местных военных. И такая же ситуация произошла в странах Сахеля, даже в том случае, если это не были попытки действующего руководства переизбраться. Часто это было связано с серьезным вакуумом политической легитимности. И в случае Сенегала руководство страны в лице Макистала также столкнулось с серьезным протестным движением, выступающим против вооруженной интервенции в Нигерии. И таким образом был усугублен местный политический кризис, связанный с противодействием режима Макисала и Усмана Сонко. И таким образом произошла эскалация. Макисал пытался пойти на третий срок, когда это не удалось. В том числе из-за протестного движения он пытался отложить проведение выборов. В итоге выборы были перенесены с 24 февраля на 24 марта. Но тем не менее и в результате протестной деятельности, и в результате позиции Конституционного суда, и в результате давления безусловно внешних акторов электоральная традиция Сенегала была продолжена, что в общем создало условия для победы оппозиция. При том, что Сенегал, как считалось, был наиболее вероятной страной, где может произойти очередной военный переворот в условиях попыток режима Макисала пойти на третий срок или отложить выборы. Но в итоге этого не произошло. Произошел транзит, происходит во всяком случае транзит власти в пользу оппозиции, поэтому пока что Сенегала остается той страной, где власть передается мирным путем. Но при этом тут достаточно много общего с ситуацией в Сахеле, поскольку это постепенное ослабевание позиций Франции в регионе. В данном случае ее союзники теряют власть не в результате вооруженного переворота, а в результате достаточно свободных выборов. Но, тем не менее, постепенно это присутствие, скорее всего, будет сокращаться. Однако, недооценивать Францию также не стоит. Пока что в Франции до сих пор достаточно серьезное военное присутствие в стране и довольно много рычагов воздействия. На Сенегал, в первую очередь, через экономику, это монетарное регулирование через механизм франко-КФА и золотовалютные резервы, это достаточно серьезные инвестиции в страну. Кроме того, при том, что режим Маки-САУ традиционно считался достаточно близким к Франции, в этом достаточно большая доля истины, при этом, когда стало очевидно, что режим Маки-САУ сталкиваться с серьезными вызовами, во всяком случае, по сообщениям французских наблюдателей и тех, кто следит за сенегальской политикой, отмечалось, что Франция применяла достаточно давний свой подход к работе с оппозицией в таких странах, в странах, которые были наиболее значимы для нее. И, в общем-то, была сделана попытка найти общий язык и договоренности уже с оппозицией в лице Усмана Санко и его, в общем-то, политического протеже, ныне избранного президента ФАЕ. Однако, судя по текущим заявлениям на физ. президента, такие договоренности не вполне привели к желаемому результату, но пока что полностью говорить об уходе Франции из Сенегала преждевременно. Кроме того, у Франции, прежнему, остаются серьезные региональные союзники. Это, с одной стороны, правящий режим Чада, где до сих пор власти находится фактически политическая династия и, кроме того, это, конечно же, Код-Дивуар, где на данный момент также находится крупная французская военная база в Понвле рядом с Абиджаном. И там у власти по-прежнему находится близкий Парижу Лос-Ан-Лотара, пришедший к власти, в том числе при помощи Франции, в апреле 2011 года. И выборы там намечаются как раз в 2025 году. Там президент Алас-Ан-Лотара находится как раз на третьем сроке и достаточно уже преклонного возраста. И вполне ожидаемо, что достаточно кардинальная смена руководства и смена внешнеполитического вектора после выборов 2025 года может произойти и там. Так что, в целом, тенденция для Франции достаточно трудная, но, тем не менее, полностью французское влияние в регионе еще пока не исчерпано. Пока что у них еще остаются достаточно серьезные позиции. И будет интересно наблюдать за тем, как Париж будет пытаться их сохранить. На этом у нас все. Это была программа «Африка. Второй фронт». Передачу провел Антон Лемесев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok